Как ваши впечатления об игре? На что настраивались? Что получилось? И в чем видите перспективное усиление для своей команды? Прежде всего хочу поздравить команду Химика с заслуженной победой. По игре, видно, ребята старались. Наша команда, видимо, то ли не настроилась плохо, очень плохо начали первую половину игры. В провале защиты очень много свободных бросков сделал Южный. Вот если посмотреть статистику, то у нас показатели подборы, броски одинаковые, просто процент. Они много свободных бросили и попали. Так в защите играть нельзя. Думаю, будем идти дальше, работать, исправлять ошибки. Ошибка хочется. Спасибо за ваши мнения. Есть вопросы? Благодарим игрока и слушаем оценку матча главного тренера. Пожалуйста. Сергей правильно сказал, что мы провалили полностью первую половину встречи. То есть счет после первой четверти и после второй он увеличивался. И поэтому уже выходя на вторую половину игры, необходимо было решать задачи догонять в счете. А догонять в счете это всегда уже заведомо психологически проигранная ситуация. Поэтому единственное, что во второй половине мы выровняли игру и сыграли практически ровно с соперником. Ну, естественно, этот провал в начале игры не позволил нам вернуться в игру, скажем так. Вот. И действительно, трехочковые броски у вашей команды сегодня просто феноменальны. 48 процентов, так же, как и двухочковые. То есть они могли бросать и двухочковые, и трехочковые с одинаковым процентом. Ну, такие игры не выигрываются. Надо, естественно, было нам решать вопросы, чтобы таких не было бросков. Ну, будем работать в защите, чтобы в дальнейшем соперник, химик, очень титулованная команда, очень опытная. И я надеюсь, что мы только возьмем положительность этой игры, а не то, что, к сожалению, мы много проиграли. Вопросы есть главного тренера? Да, у меня вопрос. У вас команда очень сильно изменилась. У вас в этом году новый регионер будет писать. Какие задачи вы ставите в сезоне, на что рассчитываете? Ну, действительно, наша команда обновилась практически на больше 50 процентов. И, с одной стороны, это и плюс, и минус. В том, что плюс – это, возможно, мы при определенной работе можем выйти на другой уровень своего развития, можем прибавить в игре и соперничать с командами Суперлиги более серьезно, чем в прошлом году. Но сложность в том, что очень много новых игроков, и необходимо найти взаимодействие, найти схемы, найти понимание на площадке. И это всегда сложно, тем более в начале сезона. Многие команды Суперлиги оставили свой костяк и крутятся, базируют свою игру на фоне прошлых игроков. У нас немного сложнее ситуация, но будем находить эти связи, будем делать корректировки, чтобы наша игра не только преобразилась в составе, но и показывали именно хорошую игру. Тренерский состав, руководство клуба, спасибо болельщикам большое, они очень всегда хорошо поддерживают. По игре с самого начала начали уверенно, я считаю, и постепенно-постепенно наращивали преимущества. Единственное, что подбор на нашем шите они очень много сняли. И если поработать над этим, я думаю, могли бы еще больше выиграть. Спасибо большое. Есть вопросы к игроку? Как настроение, как эмоциональные ощущения от удачных бросков, от хороших игроков? Да, все отлично. Забил одну, почувствовал еще больше уверенности и как-то пошло. Добрый вечер, поздравляю всех с победой, руководства, болельщиков. Первая домашняя игра в этом сезоне. Очень приятно, выиграли достаточно легко, контролировали игру. Настраивал на то, что Харьков на данный момент это совсем другая команда по сравнению с той командой, которая была в прошлом году. У них достаточное количество легионеров, играют неплохой баскетбол. И настраивал ребят на то, чтобы не было ни в коем случае мы сейчас не настолько сильные, чтобы где-то расслабляться и давать шанс сопернику. Молодцы, ребята выполнили план. И присоединюсь к словам Кирилла. Подбор, да, в первой половине мы позволили им 11 подбора нападений сделать. Как бы это такой непозволительный момент. Так, в целом, все нормально, поздравляем, двигаемся дальше. Спасибо. Сегодня достаточно много времени провели на площадке молодые игроки. Как вы оцениваете, насколько они ввелись в коллектив, как они присоединяются во все наши... Ну, сегодня игра позволила, как бы, да, чтобы все поиграли, ребята, постарался всех разгрузить. В принципе, по времени сыграли все нормально. По поводу Марченко я в самом начале говорил на предсезонной пресс-конференции о том, что я рассчитываю на него как на игрока ротации. Если он будет нормально тренироваться, будет показывать на тренировках и будет заслуживать это время. Пожалуйста, он должен немножко добавить в атлетизме. И тогда будет еще больше, как бы, играть. И я думаю, что вырастет хорошего игрока. По Войноловичу и по Рахим Шаикову, ну, как бы, я же говорю, так получилось, что дал им время. Ануар молодец, как бы, он такой игрок разрушительного плана, как бы, он хороший защитник нападений. Пока немножко, как бы, не хватает ему, может, уверенности где-то. Ну, как бы, знаете, будем стараться по возможности его тоже использовать. Ну, и Войнолович Андрей, как бы, повторюсь, думаю, за два года, два-три года это будет один из лучших игроков на своей позиции в Украине. Ну, мое мнение, мне так кажется, если при хорошей работе, то есть, как бы, человек обладает очень хорошими физическими данными, неплохое баскетбольное, как бы, я думаю, что с хорошей работой он должен становиться еще лучше. Поэтому, так, все ребята молодцы, поздравляю еще раз и готовимся к туркам. Не могу не спросить о матче в среду. Сейчас у вас стоит сверх важная задача, от этой игры будет зависеть судьба химика в Еврокубковом сезоне, в этом сезоне, да? И что самое важное, как вы готовитесь, на что настраиваете команду? На что самое важное? Самое важное играть 40 минут. Это самое важное. То, что произошло, да, в Турции играли нормально, придерживались плана, выигрывали 10-14 очков, постоянно контролировали игру, и последние две минуты, да, как бы, сыграли отвратительно, да. То есть мы не удержали это преимущество, которое должны были удержать, вот, поэтому сейчас у нас, как бы, нету этого запаса, который мог бы быть, но, опять же, мы настраиваемся только на победу, мы показали то, что мы можем играть с этой командой, несмотря на то, что команда обладает очень высококлассными игроками, команда с бюджетом без привлечения в 10 раз больше, чем у нас, без привлечения. Вот, но, опять же, повторюсь, да, что в баскетбол и вообще в спорт играют не деньги, да, люди, поэтому очень много будет зависеть от настроя, думаю, что он будет максимальный, самое главное справиться психологически, чтобы не было там сумасшедшего такого давления, потому что, понятно, дома очень ответственная, важная игра, и, как бы, тут очень важный психологический момент, потому что, так как мы команда молодая, очень молодая, да, еще моложе, чем в прошлом году, и, как бы, тут важно, чтобы ребята выдержали этот первый такой стартовый джамбол, да, знаете, когда в самом начале, чтобы справились с этим волнением, то же самое, что было там в Турции, если вы помните, первые три атаки просто из-под кольца мазали два штрафных, Сережа Павлов промазал, и из-под кольца промазали три мяча, то есть, как бы, важно, чтобы тут эти очки тоже не терять. А так, что настраиваемся на бой, настраиваемся на победу только, и сейчас будем планомерно готовиться. Субтитры сделал DimaTorzok